и всем привет друзья с вами вампир и мы продолжаем с вами проходить игру так сказать фотограф и как сказать направляясь прямо украинскую армейскую базу чтобы там найти брата чувака который находится на испытательном полигоне чтобы он там как бы там пропуск или что такое намутил нам и короче нашел прикол того почему от меня появляется один отказаться какие-то чуваки стоят и смотрят не знаю кто они такие давайте посмотрим сохранимся для начала пойдем спросим чудо чувак тихо взял телепортировался куда-то есть теория что там иногда всплали сообщение что это какие-то там наблюдатели которые наблюдают что наблюдает кого наблюдает непонятно кстати таки не нашел последнюю аномалию так это мы точно брали так что не знаю что за аномалия у нас осталось возможно у нас еще нету здесь собачки блин с вами так что я пойду до фото и на всех кого не зафотал и отправлюсь на армейский полигон вернее базу так что так что переключусь когда еду ну вот я пошел до базы так что пойдем нам искать то чувака брата там не помню кого врачок брата украинцы какого-то там с той базы на воспитальном полигоне кстати еще квест взял какую-то там лампу настольную не заняющие дадут там какой-то комбинезон так что не знаю стоит ли мне чинить этот научный комбинезон скорее всего починить чё теперь потому что параметры у комбинезона у тебя стандартно нашел пулю стойка с 13 это он просто по моему тоже самое то есть не таки таки нужно починить так приветствую но пришел рассказать про открытую мной безопасную тропу отсюда на испытательный полигон может кому чего там перед передать надо еще чего хорошая новость и что там с бтр с грузовиком пройдут нет транспортом не пройдет тропинка узкая только для пешего перемещения но тогда это нам не интересно как знаете план не хотите никак хотите так это забирай скорее всего чего еще продать пусть пока все остальное лежит хотя вот эти патроны мне явно не нужны и вот эти от пистолета и вот эти какие то пока оставил скользко нашу если че постреляем ладно пойдем спросим у начальника тут возможно он знает где находится так сказать брат воу че с машиной кто то ей порвет а ну не можно будет есть ездить нет я бы я бы не рискнул ты что ли брат нет ну ладно на вертолетике бы покататься здорово мужик приветствую да вот пришел рассказать про открытую мной безопасную тропу на этом или нет транспорт не пройдет а то есть то он тоже не интересно да стопа а брат очень не узнаешь фигова а кого спросить пойдемте на так искать может найдем ты кто у нас дедовой так наверху кто то есть факт может может и брат нет ну и хрен с тобой тогда мужик так и где бы его поискать то он тут на вышке может тусит здорово мужик нет нет не особо и хотелось блин ничего не спереть у вас такс в этой стране вроде никого нет танк хочу погонять на танки не дают погонять на танки нехороший ким что вообще говорить не хватает с тобой тоже не хватает блин там еще каждого час обойти и спросить ты или брат что может интересно ничего не рассказывать так погоди фонарик мужики ты не брат ты не брат пашечка молодой с последнего приезда не он и ты не он и ты не он а что ты а ты где ты туда сюда ходишь так ладно а спрашиваем у этих фига зато у вас ящиков ты не он ты тоже не он ты тоже не он ты вообще спишь ты тоже не он а ты кто такой ты тоже не он а а мне точно здание осталось так и где оно здание нанигнуть на карьерскую базу да я помню что мы искали сюда пройти и брата найти там кого то так что будем искать с поле а я вот сейчас дам тебе по голове сначала килограмм ваты а потом килограмм железа а там посмотрим по моему это это будет больно ахаха вот и кто такой тебя я тут не видел повар приветствую ну привет видимо корреспондент я уже слышал от клавчика раскрутил ты его на антирады конечно знатно сейчас по делу пришел ли так просто ну вот пришел сказать про открытый мной безопасный терапул на испытательный полигон может кому чего там передать надо еще чего а вот эта новость два месяца практически без связи с полигоном все не тут редкий случай когда удается по рации связаться да и то с такими помехами что хрен чего разберешь толком только текстовое сообщение более менее проходит нормально у них там запасы говорят кончается ты с командиром говорил уже нам же надо снажать грузовик туда спорези да тут не все так просто безопасный бархат есть но там не пройдет техника тропинка узкая только для пешего перемещения вот я подумал может кому чего передать нам нужно и как раз туда собираюсь да жаль конечно что это только пешеходная тропа у меня все равно будет тебе просьба брат мой командиром служит на военной базе на полигоне ага так вот он чувак лейтенант полищук может слушал я ему черстя передам только что из провизии а то вертушку только на следующей неделе планирует выслать а сами отлучиться не могу служба сколько ты хочешь от свои услуги не вопрос передам плату возьму по скромному две тысячи только вот вроде бы без спецпропуска на территорию базы не попасть насколько мне известно а ну да короче есть у меня разову курьерский пропуск я тебе его отдам а мне братан потом еще один сделать вот держи провизии и деньги только смотри если подведешь или обманешь я тебя найду и перестрелю ну не таки таксерно тогда обратуя текстового сообщения сброшу что снарядил курьера к нему с определенным набором провизии к тому приходу он уже будет в курсе твоего визита не волнуйся я человек честный доставлю посылку в лучшем виде давай провиант и я выдвигаюсь эээээ пропуск шпроты грибы тушенка копченый бештекс главное не съесть ничего из этого а то подумать не крест не засчитает если чё у меня вон сурпак есть так ну вроде бы как брат есть фото жалко вас нельзя тут тут вот все перестреляете меня нафиг знаю вас ладно тогда направляемся назад на испытательный полигон фотки уже продал получил он 42 тысячи комбинезон по дороге починю где нибудь и на испытательный полигон кстати кристаллов я тут не видел пока бегал наверное здесь их нет вот такие звуки помню зои припяти были когда это там как сказать там было такое место ты слышишь звуки потом в итоге приходишь с последним так сказать как он там назывался то с детектором да и там типа слышишь что они говорят и там в итоге из аномалии выкидывает их трупы ладно включусь когда иду до полигона ну вот я пришел и тут короче квест сразу появился типа нужно помочь отбить атаку кабанов вот как бы деревня так что пойдем поможем как сказать ребяткам это что кабаны бегут нет собаки собаки и сейчас никогда не до вас не до вас собаки мне я вам говорю идите погуляйте в другом местах да 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 что за звуки о о о плохие пятики где кабаны оу вон они ладно пойдем положим что там для хера кабанов что ли я смотрю вот тут все замочили ладно там кто то есть о о кабанчики и сюда фига тут кабанов это ж сколько ног то да да мужик вот богат сказочно типа я помог ладно завалил одного и я молодец все быстро лутаем пока никто не золотал знаю я вас внимание всем засекших шагов наблюдателя вот наблюдатель блин специальном полигоне кин американского насмотрелись или крышу срывает от жадности восток от врагов о что это за место опа пойдем слазим фига я тут набрел о тоничок стой набрел называется я то думал тут секретная лаборатория тут нифига а блин тихо только пытался блин все блутали без меня хорошие какие блин и никого не убили что невесело ах вы засранцы то такие не умерли кабанов всех облутали да облутали всех нет не всех оп облутали тут фига фига тут кабанятины да у вас смотрите пируете тут кабанов кушаете да вкусняшка фига у вас праздник кабанятский ладно пойдем спросим что за эдик там что за эдик кстати мне там в комментариях написали что эдик надо сфотить типа это друг бритва так что мне как раз внутри фотки осталось о лампу нет и лампу нашел окей классно не придется искать так так давай эдик сфотов сейчас быстро пока ты мирно дружелюбный эдик улыбнись оп молодца темат назад и убираем привет эдик как дела одолели мутантов с божьей помощью да жарко пришлось кто ты брат меня зовут фотограф я корреспондент собираем материал в зоне он сейчас оказался в нужном месте в нужное время а ты кто я эдик тут у нас перевалочный лагерь диггеров ходим по маленьку в глубь зоны собираем по чуть-чуть всяких вам и продаем так и живем сейчас все ребята в зоне лагерь в основном новички а тут такая заварушка с кабанами не знаю удалось ли тебе подстрелить хитного кабана или нет но все равно даже за то что откликнулся на призыв о помощи башете спасибо ну да мне успел одного подстрелить возьми благодарность немного дроби о да дробь это вещь возьму не откажу спасибо и тебе ну еще увидимся до встречи эдик класс очень рад дроби блин о чем мало так что так мало дроби слышь ну ладно фиг с тобой мало так мало так товарищи мне бы тут что так классный костюмчик вроде оплаты не хочет на это такой дайте фото может нет нет ну и ладно так короче схватил я свои вещи вот тебе что же сил бросился бежать бежал пока не выдохся совсем прислана только бы на золотали блин золотали что же это я сволочь делаю ладно кстати диггеры у меня дружелюбные стали я заметил некоторые не все конечно это кто такой туемец типа опытный а опытный у меня не дружелюбный стал мне только новички стали дружелюбные я с досады на все это это опытный это типа новичок да это новичок да ладно думаю тут больше никого из сюжетных персонажей нет потому что полчаса не бегать не искать погнали мы наверно еще кабаны не погнали мы никуда блин их тоже все золотали да ах засранцы ну и ладно погнали мы наверно наверно мы погнали сгоняем к сахару быстренько и на базу так что переключусь когда бегу сходил я значит к сахару там пару квестиков взял немножко погулялся нашел пару плотей ну и так получилось что пару кристалли красных нашел не знаю наверное теперь нужно зеленые чтобы типа варить артефакты или этих двух красных типа надо из этих двух делать пока еще не ясно ну найду побольше там уже смотрим сезон примерно знаю штуки 3-4 где находятся там уже поглядим кстати это кабинезон на пнв классный все к лучше чем это кто все к лучше чем на старом это что такое это кто такое че такое че такое че такое это ворона была че типа он че подобрал скорее всего это дохлая ворона была еще одна кстати пару дохлых воронов я там тоже нашел так что не знаю куда этих ворон будем девать думаю найдем это можно погонять куда прешься козел вау мне покататься хотел блин он знал бы черт ладно ну вот пристрелили бы они дали покататься на батареке наверное пойдем по дороге чтобы нафиг не убили надеюсь так то не убьют типа ой я обычный чувак иду по дороге и там и на меня тушканчик бежит уходь тушканчик а тушканчику можно там лазить а мне нет да ой еще один но он убедился убежал ладно создай этот автомат он в целе у тебя да не будешь меня убивать не поговоришь ни хрен с тобой короче к бтрам лучше не подходить нафиг я так понял покататься не дали шарик тоже так заценився мало ли убьет так какого тут спрашивать что можно платить и нельзя стой это военная база проход на территорию только по пропускам у тебя есть десять секунд чтобы его предъявить или удалиться отсюда тебе предъявить ну так что есть пропуск нет пресса служил вот мой пропуск то другое дело по ком вопросу явился у меня важное дело к лейтенанту полищику и чё 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 это запыхался так эй мужик что там мужик успокойся там всё нормально вроде не чё 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 там чё нашёл чё там ну колись быстрей допустим ты меня пропустил блин уже трогать не буду здрасте чё у вас как дела а вас футать можно с автомата блин нет флешка закончилась нам быстрее квест сделать скорее всего так ты кто такой обычный военный ты кто такой тоже обычный военный ты выгружаю сразу настроение у меня как всегда хреново выбить нечем всем беспрекословно исполнять обязанность хе хе выпить ему нечего настроение фиг головая ой чё то там было вроде нет здесь что есть нет а ящик умрят ааааааааа мрящик пернатку нашёл покушать так давайте сгоняем вниз посмотрим что там интересно вдруг там какая то лаборатория чё то я передумался дойти Стоять. Территория для чужих закрыта. Да ладно тебе. Уже ухожу. Ты только не психуй. Ну, ненормально какое-то. Погулять, посмотреть не дали. Чё за жизнь? Так, мужик, явно в этом доме. Но мы пробежимся вокруг, посмотрим, чё у вас тут интересного. Надеюсь, не завалят. Машинки тут стоят, трогать машинки я не буду. Знаю о вас. Ну, чё это такое? Это секретный вход в лабораторию. Открывайте. Открывайте, знаю что. Ладно, не открывайте. Лучше так, сам найду. Ну, ты чё стоишь в угол поставленный? Начинал чего? А это твой друг, типа, тоже начинал? С автомата нифига вы, я бы взял. Потаскать. Тихо, у вас тут вообще трое тусит. Или это один внизу? Здрасте, тут вам. Ээээ, давай поднимайся. Ну, как тяжело-то. Чё с наперишь? Классный снайпер. Дашь потаскать, да? Ладно. Тогда я свистну у тебя тут всю иду. И уйду. Ага. За то, что ты не дал мне напереть. Неблагодарный. Так, здесь мы никуда не пройдём. Так, заглянем сюда, посмотрим, что у нас здесь. БТР нельзя покататься, блин. Я вам припомню. Это чё, туалет, что ли, местный? Нет, вроде. Ничего не открывается, блин, всё ржавое. Чё это за склад у вас тут? О, пистолет, граната. Сойдёт, ладно. Не зря уже сходил. Фига, ржавый холодильник. Когда им постоянно распорчивались-то? Печка ржавая, всё ржавое. Что у вас тут? Это явно казармы какие-то. Это явно кто-то спит, да? И звуки у вас какие-то странные. Все странные у вас тут. И сами вы странные. И стол тоже странный факт. Короче, больше ничего тут нет. Где тут выход? Блин, я думал, это лестница. А, вот выход. И... Так, чё это у нас тут? У нас там чё, зомби, что ли, живут? Обход есть в эту фигню? Или вот так для красоты стоит? Видимо, да. Так, а в домике мы были, да, вроде были? Ладно. Заглянем в главный офис. Так, здрасте вам. Привет, мужик. Привет. Ясно, ничего не расскажешь. Чё, тут твой туалет. Какой классный туалет. Просто чистый. Явно за гидианой следите. О, какой классный вид из окна. Тут у нас вообще, наверное, какая-то чуящика. О, энергетик. Сойдет. Опять мазон какой-то играет. Все любят иностранный мазон просто. На зоне. Здесь явно кто-то работал. Это из тебя, что ли, музыка? Правда нет. Со второго этажа звучит. Чё за фабрика? Хрен его знает. Ясно, тут больше нифига нет. Нафига сюда, тут вообще пришел. Ну-ка, мужик, двинься. Опа, залезь. Ясно-таки знал, что тут чё-то есть. Патрончики. Сойдет. Чё-то вроде народу, дофига все чё, на втором этаже твезет. А, тут больше, чем два этажа. Три этажа, пойду на третий сразу. Ты меня пропустишь? Эээ, подвинься. Оп. Молодец. Видишь, какой ты хорош? Блин, надеюсь, меня не убьют, что через него так пролез. Это чё за полудверь? Чё это за место такое? Я тут. Держи. Ой. Ой-ой-ой-ой. Энергетика пьемнуть. Ммм, вкусненько. Рэдбул крыляет. Нет, не хочу в туалет сходить. Передумал чё сразу. Так, чё это у вас тут? Интересного нет ничего. Ящик есть. Оп. Грибы. Где раньше были грибы и сгущенка там нашёл вроде. Блин, мол, ящик целый остался. Оказалось. Тут у вас ящики есть живых? И все мёртвые ящики. Ящики. Иду, я найду вас. Я их перебью. Опа, тут чё это у вас? О, лампа нам была свистнуть тоже. А тут у вас компьютерный клуб. Явно. Целый один компьютер. Тут есть админ, наверное, тусит. А вот серверная. Ага. Ладно. Сваливаем. Нафиг. Здесь явно ничего нет. Ну и ладно. Чё-то у вас... Блин, где выход? Скуденько у вас тут. Говорю. Это вообще какой-то чердак, получердак. С вами уход воспрещён, да? Да, да, да. Ну, мужик, я же свой, типа... Все дела. Ой, блин. Снайпер. Какие-то суки. Странные, страшные, нафиг. Пойдём отсюда. Ничего тут больше интересного нет. Здесь меня мужик назад-то пропустит. Мужик, пропусти назад. Молодец. Так, вы у нас кто? Лейтенант Сапченко. Окей. Кубернаты не хочу. Сержант. Это у вас, как всегда, туалет туда. Не надо. Окей, туалет, туалет. Здесь у вас чё? Здесь офис у вас. Так, и здесь вот чё. О, мужик, здорово, мужик. Чё интересного, да? Вообще, персонаж... Неинтересный. Это ты кто у нас? Стоят тут, не знаю, комнаты. Хлам караулят. Чё, поставили тут вот эту подку караулить, что ли? Я не знаю, чё у неё есть стратегический, блин, особенного. Что ты её караулишь. Э, это любимая комната вашего начальника? Типа главный офис, да? Чё-то, ни хера у нас тут не прибрано. Где вы тут спите? Вот хрен знает. Не знаю, сколько человек. 25, наверное, есть. А кровать я всего 6 штук видел. Или вы тут не спите вообще, да? Что там? Автомовка в норме. С чем пожаловал? Здорово, мужик. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Так это ты и есть посыльный из мировоззрительского компуса? Ну, не то, чтобы посыльный, просто шёл в эту сторону и согласился передать посыл. На самом деле, я корреспондент, делал репортаж в Тернобыльской зоне отчуждения. Так что мне самому интересно было побывать на вашей базе. За посылку от моего брата спасибо, но только тебе следует знать, что здесь закрытые военные объекты, никаких интервью мы не даём, никаких материалов отсюда выносить нельзя, тем более фотографировать, что бы то ни было. Так что смотри не балуй, мои ребята разбираться не станут, если увидят у тебя в руках фотоаппарат, или если ты начнёшь совать свой нос, куда не следует. Да нет, что вы, меня интересует только человеческое взаимоотношение в зоне, кто чем живёт, как сюда попал, с какими трудностями столкнулся и так далее. Но если так, то ладно. Всё равно находиться здесь посторонним длительное время запрещено, так что посмотри слегка, говори с бойцами, если хочешь, но на этом всё. Ладно, лейтенант, я всё понял, а чего у вас тут все такие строгие порядки? Как тебе уже говорил, здесь секретная военная база и все информации о том, что здесь происходит, может выйти за пределы их забора, только поймал о самом разрешении. Кроме этого, в последнее время очистились случаи дезертирства. Несколько дней назад сбежал ли двое солдат, одного нашли и расстреляли, второй где-то прячется, но его мы рано ли поздно найдём, далеко не уйдёт. Заховался небось день в развалинах каких и ждёт удобного момента, чтобы куркам в деревне на миротворческом корпусе податься. Мы и до них скоро доберёмся. Так вот что же, без суда и следствия сразу к стенке? Военный триминал не терпит долгих разбирательств, а сбежавшие могли обладать важными сведениями о работе, которая тут проводится. Так что тут без вариантов, чтобы и другим неповадно было. А то если вдруг увидишь дезертира в округе или узнаешь, где он прячется, сообщи, я в долгу не останусь. Ну ладно, спасибо вам, лейтенант, за информацию. Возьмите вашу посылку, я лучше пойду уже. Так, ему отдал. Лейтенант, я видел вас на территории Нива Армейской стоит. Есть такое дело, что хочешь покататься, да, как-то всё быстрее будет, чем ногами. Но это можно устроить Нива на ходу, как бак полный, только я тебе тоже попрошу одной из слуги. Разобудь баллон с коллоидным газом. А раньше-таки баллоны в большом количестве на научной лаборатории подставлялись. Часть из них уходила налево, но ты понимаешь, в чём я. Наверняка в местных и грязностях такие баллоны можно найти. Хорошо, лейтенант, попробуй найти баллон с газом. Да, есть у меня тут пара баллонов. Кстати, у Сахарова там тоже попросили только бензинчика притащить. Так, короче, понял одну вещь. Есть один сбежавший дезертир, который много чего знает, которого мы должны найти и расспросить. Так что... Сделаем это в следующей серии. Эту серию... То, что нашёл вчера, выбито. Окей. Ладно, друзья, всем спасибо, что смотрели, если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч, увидимся в новой серии, хотя я знаю, где чувак, наверное, прячется он там. На заброшенном здании, туда, наверное, и пойдём. Всем пока, друзья.